YouTube, а также подписчиков на моем канале. Сегодня продемонстрирую, как с помощью приложения Blink можно управлять яркостью свечения светодиодной панели через интернет по Wi-Fi. Светодиодная панель питается от 5 Вольт, подключена к драйверу шагового двигателя L9110S, плюс-минус подсоединены контактом. Сейчас расскажу, как пины подсоединены к ESP8266. AB1 подключен к микроконтроллеру к пину D1, пин D2 микроконтроллера подключен к AA1 драйверу, питание драйвера VCC подсоединен к микроконтроллеру 5 Вольт, и GND драйвера подключен к GND микроконтроллеру соответственно. Итак, сейчас продемонстрирую, как это работает. На приложении Blink используется виджет слайдер. Смотрим. Перемещаем ползунок, яркость увеличивается. Вот максимальная яркость. Меньше, 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 меньше. И выключается. Сейчас на максимальной яркости. Установил параметры от 0 до 256. У ESP шин от 0 до 1024. Я просто поделил на 4 и сделал ползунок от 0 до 256. При значении 256 выключается. А сейчас перейдем непосредственно к скетчу, скетч довольно простой. Используют стандартные библиотеки Blink и ESP8266 Wi-Fi. Здесь мы прописываем, каким пинам драйвер подключен к микроконтроллеру. Пин драйвера AB1 подключен к пину D1 микроконтроллера. Здесь мы устанавливаем значение переменной, равное 256, это чтобы при включении микроконтроллера наша светодиодная панель была в выключенном состоянии. Если хотите, чтобы светодиодная панель при включении горела максимальным, то устанавливайте здесь значение, равное 0. Здесь мы прописываем ваш токен от Blink, здесь мы прописываем имя точки доступа Wi-Fi, а здесь мы прописываем пароль от вашей точки доступа Wi-Fi. А здесь мы принимаем значение из приложения Blink, перемещая полгунок, ну слайдер, и присваиваем это значение переменной value. То есть мы меняем полгунок, от 0 до 256 меняется значение value. 0 это максимальное свечение, 256 светодиодная панель выключается. Как я уже говорил, микроконтроллер ESP8266-12E использует шин аналоговый 1024, а значение слайдера у меня от 0 до 256, поэтому принимаемые значения я умножаю на 4. То есть, принимая значение 256, умножая на 4, как раз получается 1024. И при этом значение панель, как я уже говорил, выключается. Уменьшая значение, светодиодная панель горит ярче. При 0 максимальное свечение светодиодной панели. Ну вот, это весь ключ. В принципе, он простой. Можете его проверить, закачать. Ну, на этом все. Напоминаю, что спонсором канала является наушно-производственное объединение NPO NRK комплект. Кому понравилось видео, можете ставить лайки, подписываться на канал. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok